Привет, друзья! Несмотря на всю гениальность и преданность своим идеям, быть преданным одной женщине всю жизнь Андрей Кончаловский не смог. За его плечами пять браков и четыре развода, ведь Юлия Высоцкая задержалась в его жизни надолго. Но, к сожалению, в их семье произошла страшная трагедия, о которой невозможно забыть. Дочь Марии до сих пор не выздоровела окончательно, но родители верят, что лучшие времена впереди. Правда, из-за печальной страницы в истории их жизней мог пострадать еще один член знаменитого семейства – самая близкая внучка Андрея Мария. Старший и любимый сын Егор Кончаловский пошел по стопам отца и занялся режиссурой. Он единственный из детей Андрея, за исключением отпрысков в последнем браке, с которым Кончаловский-старший поддерживает тесную связь. У Егора в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной родилась дочь Мария. Сейчас ей 18, она красива, спортивна и по-настоящему любит искусство. А ведь любимой дочери Высоцкой Машеньки тоже практически столько же – 20 лет. Только жизнь распорядилась ее судьбой по-другому. От воспоминаний не убежишь, имя Марии у семьи Андрея и Юлии ассоциируется не только с внучкой, а скорее с дочкой. Трудно объяснить, почему дедушка не общается с любимой, по крайней мере, так хотелось бы, внучкой от первого и желанного сына. В первую очередь, он не следит за ней в социальных сетях, хотя девушка подписана на Андрея. А вот Высоцкая, похоже, категорически не воспринимает Машу Кончаловскую. И, конечно, режиссер ни разу не упоминал внучку, из-за чего создается впечатление, что ее попросту вычеркнули из семейного древа. Трагедия не смогла сломать двух талантливых людей, но видеть Марию Кончаловскую и не вспоминать собственного ребенка по-настоящему трудно. С другой стороны, может, они просто не афишируют свои отношения, чтобы уберечь семейный очаг от глаз посторонних. Мария счастлива в браке с Никитой Кузьминым, но пара еще не готова завести своих детей, поэтому всю любовь отдает кошке Пули. В конце весны Маша объявила, что у Пули будут котята, а уже в первых числах июня семью потрясло ужасающее событие, один из новорожденных умер. Пуля родила накануне моего дня рождения. Я не была готова к осложнениям, смертям, отказу от молока. 6 мая умер котенок-звездочка. Умер ночью. Я побежала в клинику, пытались реанимировать, но не вышла. Врачи сказали, что это естественный отбор и у него был синдром угасания, что он все равно бы не выжил. Я как-то пережила это, откровенно рассказала дочь Егора Кончаловского. Котенка Маша и Никита похоронили, организовав импровизированную могилку. Место захоронения маленького животного огородили камнями, поставили самодельную табличку и украсили веточкой сирени. Но не успела Мария оправиться от горя, как скончался второй котенок, Сусана. Он прожил месяц, но внезапно начал угасать, отказался от молока. Этого маленького котика любили все, его хотел забрать себе отец Маши, но девушка не была уверена, что отдаст малыша, так как тоже положила глаз на Сусана. Он родился последним, был самым маленьким. Несколько дней назад я заметила, что он перестал активничать и теряет в весе. Обратились к врачу. Нам сказали, что у него предположительно новообразование в левой почке. Он отказался от молока. Я купила смесь, заменитель. Выкармливала его. Он даже пошел на поправку. Но сегодня ночью он умер. Умер тихо, но очень страшно. Его рвало кровью и трясло. В 6 утра он ушел, описала пережитую трагедию Маша. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.